здравствуйте приветствую вас на канале про цветок с вами ломонос пётр сегодня мы с вами поговорим о подкорбках которые на глазах преобразят вашу рассаду что-то за чудо-средства можно ли их использовать домашних условиях когда вы просушите вы поймете что это очень доступно очень ли очень легко и результат налицо он передо мной значит что необходимо сделать я выращиваю рассаду уже не один год любая рассада и помидоры перцы баклажаны капуста разная рассада растет на часть рассады выращиваться конечно теплолюбовая культура начинают посевы в комнате сами спасибо комнате где более благоприятные условия так вот я заметил что значит если рассаду подкармливать как я уже в одном из своих роликов что после третьего листа рассада нуждается подкормках и первые подкормки здесь лучше вне корневые не лить под корень а вне корневые ну преимущество таких подкормок в чем ну что вне корневая подкормка во первых она более более экономичная потому что обрезки в растений по мы расходуем гораздо меньше удобрения это 1 растение тем более уже это удобрение осваивает буквально в течение 10 30 минут 10 30 минут и растения эту подконку наш улала вила ну и значит эту подкормку от отлично от корневой подкормки можно давать значит не каждую неделю малывать неделю она за Chili пять дней то есть 5 7 дней и вне корневую подкормку наши рассаде можно давать но результаты будут, конечно, очень-очень отличительные. Значит, что мы используем для подкормок? Для подкормок, значит, для сады, которая растет в нас в комнате, то есть в ограниченном объеме почвогрунта, я советую использовать только органические удобрения. Почему органические удобрения? Потому что любое минеральное удобрение, даже такое хорошее, вот как это в хилатной форме кристаллон, значит, любое удобрение – это соль. Это соль, и если мы даем как бы подкормку под корень, особенно минеральным удобрениями, мы засаливаем почву. Концентрация почвенного раствора становится высокой, и поэтому чем чаще мы начинаем кормить растения под корень минеральным удобрением, тем они хуже начинают развиваться. Они начинают развиваться хуже, потому что концентрация почвенного раствора повышается, ну и сами понимаете, что из соли, из соляного раствора брать питательные растения не очень хочется это наоборот приводит к отмиранию корневой системы что можно использовать органических удобрений с органических удобрений очень часто есть целая куча этих удобрений это гумус есть есть здравий удобрения даже те же оксидаты торфа это все органе органические удобрения все эти удобрения мы можем использовать для внекорневых подкормок на каждой упаковочке есть, конечно, концентрация, сколько этих удобрений брать. Ну, замечу, что там буквально на такую вот литровую емкость достаточно взять столовой ложки этих удобрений. Это вполне достаточно. Вот, и даже из-за много отдельных культур. Первые подкормки вообще делают, что 10 миллилитров на 1 литр воды. То есть очень маленькая концентрация этих удобрений. Растворяем эти удобрения и обрезгиваем наши растения. Обрезгиваем растения, вот, раз, еще раз. Один раз в 5-7 дней по листьям брызгаем. Ну, когда ваши растения уже имеют 5-6 листьев, можно давать такую же подкормку, разводить в большем количестве и давать под корень. Ну, вопрос сразу возникает закономерный. Можно и совмешать эти подкормки? Конечно, можно совмешать. Потому что корневые подкормки начнут усваиваться растениями через 3-4 дня, а листовые усваиваются сразу. То есть разрыв по времени, усвоение подкормок растениям будет замечательным. Конечно, это можно наносить. Что я еще советую вам добавить? Это обязательно для ваших растений. При каждой подкормочке добавляйте препарат Эпин. Почему? Это природный биостимулятор. Он будет стимулировать вашу рассаду к лучшему росту и развитию. Но можно задать такой вопрос. Ну, вот вы там светите удобрения, там биогумусы, оксидаты торфа и другие удобрения. Но нету. Нету это под рукой. Но я вам посоветую такой очень простой доступный способ. Что вы можете сделать? Берем чай, обычный чай. Берем чай, завариваем как обычно. Один пакетик из расчета на 1 литр воды. Ну, обычно в пакетике 1 грамм. Это достаточно. И вот самое интересное, что в эту подкормку, в этот отвар чая надо подсластить. Значит, подсластили чайную эту заварку. У вас получилось с концентрацией 1 столовая ложка на 1 литр воды. Все растения сладкоежки. И растения, опять же, заделаем такой сладкий чай, заливаем в опрыскиватель и проходим по листьям. Проходим по листьям. Вы заметите, что ваша рассада, вот вам подкормки органические. И чайные подкормки, вот они. И вот обычная рассада, которая не имела этих подкормок. То есть разница разительная в рассаде. Так что, видите, получить крепкую, хорошую рассаду можно за счет вне корневых подкормок, ну и позже сочетать уже корневые подкормки. Это раз. И вот, что растения, кроме того, что положили подкормки, они были рассажены в отдельной емкости. И посмотрите, как они прекрасно развиваются. Поэтому этот опыт вы возьмите на вооружение. А про чай и сахар не смейтесь, вы просто попробуйте. Это очень эффективное средство. Очень хорошо подкормить растения. Ну, конечно, увлекаться им не стоит. Сахара даем обычно один, через 10 дней даем вторую подкормку. Не чаще. Больше таких подкормок сахарных не надо. Почему? Потому что сахар для растений – это допинг. И если мы приучим их уже постоянно кормить сахаром, наши растения потом в дальнейшем будут развиваться плохо. Потому что они к этому допингу привыкли. Как люди привыкают к наркотикам, так наши растения привыкнут к сахару. И они уже без сахара не будут представлять своей жизни. Вот учтите этот нюанс. Так что кормите свою растаду. Если она будет карнастая, крепкая, она отблагодарит вас обильным и богатым урожаем. До свидания.